Можно начинать, да? Я тоже расскажу про то, что мы сделали в Санне в Шведске за последний заезд. Это про перекрестную щелевую антенну. Немного расскажу про изготовление, также про измерение, ну и что случилось. Основная наша цель – это изготовление и подготовка детектора для европейского проекта «Алифа». Основные требования приведены на этом слайде. С них я пропущу, я уже с вами слайдил. Немного про изготовление. Значит, это фотография по ложке, на которой находится 32 чипа, которые изготовились в Швеции. Значит, в основе изготовления лежит, ну, всем известный метод взрывной литографии. Это поэтапное нанесение резиста, экспонирование, проявление, напыление пленки, ну и сам лифтопроцесс. Значит, порядок формирования структур на чипе. Первое – это формирование методов совмещения для электронной литографии. Затем идет формирование контактных площадок и резистов. Затем изготовление емкости. Затем саму антенну. Ну и баллонторы. Баллонторы изготовлялись с помощью техники теневого напыления. Это формирование, позволяющих на этот переход типа. Хром, алюминий, алюминий-23, алюминий. Хром здесь используется для получения нормальной проводимости. Значит, на этом слайде показана сама техника теневого напыления. Первый, значит, рисуночек – это экспонирование. Второе – это проявление. Здесь мы получаем подвесную резистивную маску. Затем напыляем под прямым углом алюминий, окисляем его в кислороде. Ну и завершающий этап – это напыление электротов из алюминий под разными углами. Справа представлена фотография с электротовым микроскопом с почкой баллонников, интегрированной в перевернущее галландо. После того, как образцы были изготовлены, была проведена серия оптических экспериментов. Для измерения чувствительности шума баллонников по реальному микроволновому сигналу в качестве источника на сигналы используется источник излучения черного тела с модулируем температурой. Что он из себя представляет? Значит, вот этот кружок – это схематически изображен корпус. Здесь на неглоновых нитях держится сапировая подложка, на которой наполена пленка никель-хром. Ну и через контакты титан-золото, здесь они обозначены желтым цветом, подведены контакты, через которые проводится электрический эффект. На этом слайде изображена схема самого оптического эксперимента. Оптический холдер был выполнен из медиа. Что он из себя собой представляет? Это первая система фильтров, встроенный в сам холдер, кремниевая линза с проставкой и сам образец. Значит, этот холдер был закреплен на ступени 272 кг, чёрное тело было уже до 90 кг. Значит, были сняты вахи в зависимости от температуры чёрного тела. 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг. Ну и получим следующие результаты. Соответственно, был изготовлен опытный образец. Замерим отрыв. Измерим отрыв, оптический отрыв, который состоял при излучении 5 кг, 50 кг. Ну и рассчитывал мэш из экспериментальных данных. Это 2 на меньшинстве ватт. Измерим отрыва, Еще раз. Спасибо! Очень лакомство. Все можно제ные ступени, что рассчитывалиую Нескатьевку, Ну и он, как зовут? Нескатьевку. А вот, отрывая тупень. Он оценил твой доклад и был согласен с его представлением. Но он не против. Но не против, если он не мог его полностью на русском языке читать. Мы обсуждаем с ним на английском. Я опять привлекаю внимание, что от него постоянно выступали жалобы, что русские не могут нормально составлять доказательства для всего дня на английском. Я через тебя даже предавал мирным. И вдруг я повторяю. Сейчас давайте скажем, что хочется сделать работу на международном, международном.